сегодня мы с вами говорим о монетке диджи байт давно у меня просили про нее сделать обзор и так давайте начинать 8 часов кто не знает меня я представлюсь меня зовут инна пунегова я спикер компании вирекс вирекс это такой мультикриптовалютный сервис который позволяет хранить и приумножать ваши криптовалюты и цифровые активы а также выгодно обменивать в кабинете у вирекса ряд монет стремятся довести количество до 50 монет сейчас порядка 17 и в том числе монета диджи байт или диги байт ее называют значит и вот сейчас мы рассмотрим как она появилась какие у нее перспективы в чем особенность ее заключается монета несложная то есть сложного сегодня уровень сложности нашей встречи средне ближе к легкому я думаю что все поймут начнем разговор вообще о том кто создатель кто стоит за этой монетой потому что я хочу следом так разговор поставить чуть-чуть вам зачитать их первое слово публичное на bitcoin толки и мне кажется этот текст достаточно примитивен поэтому начала я не с текста а с молодого человека создателя то есть чтобы мы относились к этому лояльней и так джаред трейд в принципе довольно очень даже я высокого достаточно мнения о нем то есть он участвует в различных конференциях и потому как он говорит и высказывается мне нравится в общем-то его слушать он родился в городе в городе айдахо той в маленьком городе в штате айдахо и изучал компьютерное программирование и веб-дизайн с раннего возраста потому что у него мама ученый и она работает на правительство сша разрабатывает компьютерные системы для поддержания сложных ядерных вот этих систем и поэтому наверное в некоторых видео обзорах вы могли услышать такое мнение что блокчейн дегибайта как-то там связан с защитой которая используется в при при ядерных защитах но то есть как бы при ядерных кодах да вот есть такая такой канал там девушка миша вот она об этом говорит но я просто думала где взяли такую информацию она не была в публичном доступе но видимо как-то связали вот с этим потому что он молодом возрасте достаточно был представителем в сенате и немножко там пообщался с повседневными такими операциями связанными с безопасностью до в том числе и вообще он пошел по линии военного у у него там налетанные какие-то часы как у летчика то есть он учился он вообще такой спортивный в принципе военный но я так понимаю у него остались какие-то правительственные связи с учетом того что у него мам тоже занимает такую должность серьезную поэтому навыки как бы технического характера и какая-то информация у него есть так ладно поехали дальше в четырнадцатом году официально объявляется о запуске этой монеты и монета она не такого не сложного технологического характера она просто предназначена как вариант ну тогда в четырнадцатом году уже была проблема биткоина связанная со скоростью до проведением транзакций поэтому для устранения некоторых слабых мест в том числе связанных со скоростью транзакций вот разрабатывается такая монетка которая создана для розничной торговли как транзакционная монета и на это делается акцент и вот смотрите сейчас зачитаю и диджибайт это профессиональная прозрачная децентрализованная криптовалюта которая была разработана для устранения некоторых слабых мест биткойн и лайткойн с этого начинается слово от разработчиков в четырнадцатом году но профессиональная мы посмотрим насколько она профессиональная до прозрачная до децентрализованная до криптовалюта ли вообще то есть но однозначно уже не токен потому что мы это посмотрим дальше когда токен становится криптовалюты когда имеет ценность какую-то обменную эквивалент на который можно поменять что-то на что-то обмен сейчас происходит поэтому возможно мы назовем ее криптовалюты которая была разработана для устранения слабых мест связанных с биткойн и лайткойн здесь если говорится о лайткойне никаких других вариантов быть не может только связано со скоростью то есть диджибайт будет конкурировать и себе обустраивать место именно как бы в соревновании не столько с этими монетами сколько с платежными системами которые показывают высокую скорость поскольку капитализация биткойна лайткойн растет скорее всего волатильность цены будет еще выше товарных спекуляций будет еще больше что приведет к уменьшению числа сделок с товарами и услугами в качестве чего криптовалюты были предназначены таким образом мы как команда разработчиков решили что лучше создать диджибайт с общим количеством монет в 21 миллиард и с обозначением вот большими буквами до обозначение всегда указывается диджибайт они приравняли количество эмиссии к числу 21 вспоминаем биткойна монет биткойна выпущен 21 миллион они выпускают в тысячу раз больше 21 миллиард и заявляют о том что это поможет снизить волатильность цен как только диджибайт будет привязан непосредственно к доллару сша или евро или юань сохраняя при этом паритет с числом успеха биткойн 21 то есть что они хотят они говорят о том что это новая форма валюты просто цифровой как и фиатные деньги и и если привязать курс этой цифровой валюты к фиату то вот они предполагают в четырнадцатом году что должна быть разница в 100 мы посмотрим на сегодняшний день какова это разница и соблюдается ли этот параметр то есть новая форма валюты которая на цифровой технологии основывается технология такая же как при защите кода запуска ядерных ракет безопасный блокчейн ну вот мы это тоже разберем посмотрим дальше они заявляют это будет способствовать развитию диджибайт который будет принят в качестве транзакционной валюты они как спекулятивный товар опять-таки подчеркну значит у нас три основные момента на которые мы смотрим это скорость безопасности приватность а приватности вот такой как у монет заткешь манера даже тоже верч здесь речь не идет здесь только речь идет о скорости значит дальше вот этот момент интересный консенсус выбирают для майнинга proof of work такой же как и у биткойна то есть решение ресурской ресурсоемкой задачи выполняется но алгоритмов используют пять штук не один как ша 256 у биткойна а 5 алгоритмов давайте почитаем их логику они говорят с появлением крупных айсик майнеров сейчас мы все наблюдаем смерть майнинга основанного на биткойн мы команда разработчиков считаем что это централизация хэш мощности это централизация власти что идет в разрез с основными принципами на которых был создан биткойн учитывая эту и другие причины мы решили использовать скрипт в диджи байт давайте так скажу сразу что действительно так и есть идет тенденция к централизации по биткойну но с этим ничего не поделаешь то есть это есть как факт скрипт надежный испытанный алгоритм который пользуется большим успехом в крипто сообществе мы считаем что нет необходимости заново изобретать велосипед исходя из нашего исследования мы пришли к выводу что даже если будут разработаны айсик скрипт майнеры они не дадут такой импульс роста степени сложности который был замечен с биткойн и скорее всего данное аппаратное устройство не будет экономически эффективным для разработки или покупки ну да возможно хотя есть стороны разделяются когда они появились очень многие в комьюнити говорили зачем еще один альткоин появился на пау давайте значит гибриды давайте proof of stake или еще там что-то но в целом почему бы нет здесь все окей дальше сейчас подгрузится у меня слайд а то я не вижу ага на этом слайде если вы видите здесь показано вот как раз вот эти пять алгоритмов как они распределены смотрите ша 256 тоже здесь присутствует но майнить можно и на айсик майнерах да и на гп ушках и цепу ушках то есть для майнинга эта монета несложная и наверное забегая вперед хочется сказать что если вы хотите попробовать майнинг но почему бы не попробовать и не начать с наверное вот и если использовать дальше на если найти использованием как вы будете тратить монеты диджи байт то можно рассмотреть вот такой вот майнинг этой монеты тем более там можно переключаться с монетами монета в данный момент наверное сейчас если вы посидите на чатах посмотрите это наверно не очень выгодно но периодически там же можно переключаться с монеты на монету да и смотреть дальше смотрим как они рассуждают вот их логику да так же как facebook обогнал myspace или хром доминирует над интернет-эксплорер так и скрипт бэйс монета то есть вот этот диджи байт займет место bitcoin ну вот мне кажется что это очень амбициозное заявление конечно дальше они говорят о bitcoin проложил путь и сделал это достаточно хорошо не будет царем криптовалют всегда bitcoin сталкивается с целым рядом проблем прямо сейчас в том числе и медленные транзакции ограниченного количества монет и централизации хэш мощностей при изучении новых интернет-технологий редко 1 на рынке когда-либо оставался на вершине надолго ну и дальше примеры да что на какие-то компании были заменены другими ничего не отличного на свете мне кажется вот это заявление все-таки конкурировать с биткоином биткоин это действительно настоящий блокчейн это действительно настоящая ценность и ценности может быть но хотя с вводом lightning сети да сейчас и комиссии не такие дорогие но да не моментальное зачисление как розничное наверное платежное средство оно не очень но во всем остальном в безопасности тоже в доверии самой технологии блокчейн в качестве как бы хранения информации и в качестве ценности как цифрового золота вот это не превзойдет биткоин сейчас никто пока не может вот даже конкурировать и рядом да с этой монеты поэтому это очень сильное заявление со стороны монеты диджи байт хорошо еще более важно что есть место для нескольких криптовалют поскольку есть виза мастер-карт american express и дискава у нас есть вэлс фарга банк до банк америки дипа и морган чейсы и другие у нас есть paypal western union акпей но перечисляют платежные системы банки и так далее и есть место и для профессиональной криптовалюты такой как диджи байт то есть они хотят сказать что да это цифровой актив там но пусть даже валюта с открытым исходным кодом децентрализованная и просто один из инструментов для хранения своих денежных ценностей или каких-либо еще ценностей мы сейчас поговорим об устройстве блокчейна самому мы считаем что у диджи байт есть огромное количество возможностей прямо сейчас наша цель состоит в том чтобы сделать диджи байт профессиональной валюты с твердым именем все знают что мегабайт и гигабайт есть так почему бы не использовать диджи байт как хранилище имеющую денежную стоимость на вашем компьютере планшете или смартфоне сколько диджи байт может ваш кошелек держать на этом их слово заканчивается и если бы я честно говоря не немножко больше не знала об этой валюте там или концепции мне бы показалось что это поверхностные такие заявления но давайте посмотрим что сделано на данный момент и вместе подумаем какие перспективы могут быть у этой валюты так сейчас прокомментируем они резюмируют я даже это сделала эту выдержку чтобы нам потом логику сохранять значит на первое место они ставят тоже скорость диджи байт супер быстро гораздо быстрее чем биткойн лайткость достаточно быстро чтобы купить кофе в старбакс ну вы знаете я насколько знаю старбакс еще пока не принимает криптовалюты хотя уже задумались об этом вот само комьюнити и люди ну вот знаете есть же у этой валюты в общем-то такой некоммерческая организация диджи байт фондейшн которая занимается вопросами продвижения и кстати комьюнити очень неплохое очень активная очень дружная доброжелательная и очень они создали фонд для продвижения этой монеты и в общем-то предпринимают вот отдать им должное активные действия по маркетингу потому что популярность монеты очень сильно зависит конечно от либо какой-то идеи которые сам сами люди увидят да но здесь такой особой технологичности нет поэтому маркетинг здесь важен вот представьте огромный океан с целым роем там рыб вот диджи байт это алькоин один из монет и станет он этой золотой рыбкой или не станет это зависит от очень многих факторов иногда даже непредсказуемых но все что можно сделать предсказуемого комьюнити делает нужно отдать им должное дальше это транзакционная валюта то что это значит валюта не предназначена быть дорогой своей стоимости и она не предназначена иметь высокую комиссию за транзакции то есть изначально не будет стремиться валюта к росту цены волатильность да она сохраняется действительно волны есть но дорогой она не будет с 21 миллиарда монет диджи байт во всем мире станет прежде всего валюта для торговли товарами и услугами а не летучим спекулятивным товаром как bitcoin диджи байт имеет естественное соотношение к биткоина один к ста это они говорят о желательные соотношении цены стоимости курсовой так что если биткойн стоит тысячу диджи байт должен если биткойн стоит тысячу долларов диджи байт должна стоить десять долларов или меньше Прекрасная цена для приобретения товаров и услуг. Но в данный момент такого соответствия нет. Дальше, на третьем месте сообщество. Сообщество Digibyte имеет команду разработчиков, имеет самого разработчика, который непосредственно участвует в жизни этой монеты. И я уже говорила о том, что призывают всех, у них такое комьюнити дружное. Я в чат наш разместила ссылку по комьюнити. Много-много чатов и в Телеграме, и на Reddit, и на других ресурсах. Поэтому, в принципе, там можно отслеживать все, подключиться. Достаточно быстро отвечают на вопросы ребята, то есть обсуждают. Но я хочу сказать, что это не для российского рынка монет. Конечно, она у нас не популярна. Очень любят ее в Великобритании, вообще англоязычный мир. Но у нас маленькое сообщество. То есть даже если смотреть по биткоин-толку, немного страниц в обсуждении, в отличие от англоязычного официального твиттера или биткоин-толка на английском языке. Ну, дальше они отмечают про справедливый запуск. Ну, еще бы, конечно. Они предупредили заранее о запуске монеты, о прозрачности они дали при Майн. И, значит, вот про имя Digibyte. Ну, ладно, поехали дальше. Дальше будет интересная информация. То есть, понимаете, да, у них такое было какое-то детское совсем заявление. То есть, и непонятно, почему именно инвесторы, например, должны выбрать именно эту монету для того, чтобы ее майнить или пользоваться. То есть, они сделали сначала просто, ну, как бы интересные условия, дали возможность майнерам начать майнить. И быстро появился курс этой монеты. То есть, она стала котироваться, да. И не забывайте, сегодня 2018 год. Прошло уже сколько времени? Она с 2014 года на рынке, да. И никаких таких вот, ну, особых результатов, кроме ее волновой волатильности, она не дала. Но, тем не менее, посмотрим, что сейчас, как развиваются события. Она появилась в 2013 году, вот на этом слайде вы видите. В 2013 году началась разработка, в 2014 появилась. И, смотрите, в 2017 году вот такая сильная новость, в общем-то, произошла. Это был первый альткоин, который успешно внедрил Сегвет. То есть, это плюс к монете. Дальше, если мы посмотрим вот этот период с 2014 по 2017 год, то там внедрены были эти мультишильды, это там усложнение справедливости и сложности по майнингу. Ну, кое-что сделано такое технического плана доработки. Не будем в это сейчас углубляться. Но Сегвет, я считаю, это принципиально такой положительный момент. Это, безусловно, это хорошо. Если, например, разработчики и Digibyte Foundation как-то подготовят, основу и сделают какой-то прорыв для того, чтобы презентовать вообще большому криптокомьюнити эту монету каким-то образом, то, в принципе, у нее есть шансы. Смотрите, что на данный момент происходит. Значит, они заявляют о том, что Digibyte в 40 раз быстрее биткоина. За счет чего это происходит? Digibyte презентует трехслойный блокчейн, который состоит из трех слоев. Первый – это ноды, второй – это инфобанк. Сейчас рассмотрим поподробнее немножко. И третий уровень – это децентрализованные приложения и умные контракты. И в итоге блокчейн такой хороший, разделенный, быстрый, что практически моментальные транзакции. А к 2020 году, к 2021, скорость по проведению транзакций приблизится к визе. Ну, у нас будет возможность с вами понаблюдать. Тем не менее, это так. Вы можете зайти на Twitter и посмотреть. У них есть демо-ролики, как очень быстро монетки перебегают с кошелька на кошелек. Действительно, довольно быстро. В сравнении с биткоином, если смотреть, то у биткоина пропускная способность 3,7 транзакций в секунду. На данный момент у Digibyte 560 транзакций в секунду. Ну, и тут по формированию блока они обгоняют. Также, если биткоин использует один алгоритм майнинговый, а не 5, вот используют, да, и так далее, и так далее. Дальше внизу, смотрите, видите, предпоследний Digibyte, а внизу Visa написано. Вот на сегодня 560 транзакций, но к 2020 году, да, я не ошиблась, они хотят вот до 2000 транзакций довести. Но я хочу сказать, что это не единственная такая монета, которая заявляет о такой скорости, да. Есть монеты технологичные, которые разрабатываются на данный момент, которые использовали бы разделенные тоже блокчейны, сайтчейны. Есть тот же блокчейн NEMO, который тоже в своем приватном блокчейне хвастается очень высокой скоростью, которая тоже догоняет визу, поэтому они такие не единственные. То есть для того, чтобы быть конкурентными на этом рынке, где высокая конкуренция, нужно, наверное, еще что-то презентовать. Но со скоростью мы с вами соглашаемся. Дальше давайте посмотрим по поводу комиссии. Помните наш вебинар про доги? Так вот, у Digiby тоже комиссия достаточно низкая. Это так же, как и разменная транзакционная монета, конечно, отличается низкой комиссией. То есть вообще она сейчас котируется на очень многих биржах на данный момент, надо отметить. И если вы понимаете, что вам надо перебросить денежки, да, то лучше их перебрасывать более легким способом и дешевым. Вот обратите внимание в данном случае на Digiby. Так, я вот этот слайд вам хочу продемонстрировать, только лишь потому, что сами разработчики заостряют внимание на том, что не каждая монета является настоящей, децентрализованной с нормальным блокчейном. Поэтому они сравнивают Digiby с нормальными валютами, как биткоин и лайткоин. Ну вот, то же самое тут по скорости, по эффективности. В общем, Digiby в их сравнении обгоняет. Имейте это в виду. Такое сравнение они дают. Мне понравилось. Итак, поговорим об их трехслойном блокчейне. Что из себя представляет первый слой? Пропало видео, говорят. Ребята, вы меня слышите? Видите? Видно слышно? Хорошо. Значит, первый слой, это как раз вот они по рудмэпу идут и говорят, что это должны быть у них децентрализованные приложения, смарт-контракты. Они собираются... Понимаете, рынок интернет-вещей еще не сформирован, да? Но многие уже заявляют, чуть глядя вперед, востребована. И вот Digiby тоже предлагает на своей основе обмен ценностями. Что такое ценность? Это не только деньги, это может быть видео, аудио, какие-то данные, да? То есть все что угодно. Обмен ценностями в рамках вот этого интернет-вещей и смарт-контракты, которые это будут исполнять. То есть это вот первый слой этого блокчейна. Второй слой, это информационная сама база, сам вот этот журнал, распределенный реестр. Ну и, собственно, цифровые активы. То есть цифровые активы я здесь поместила. Вы знаете, вы можете зайти на официальный сайт digibyte.co и зайти в раздел блокчейн. Если не знаете английский, сделайте перевод на русский язык и посмотрите. Вот желательно бы посмотреть вот эту картинку по ценностям поближе, что они предлагают. Ну, достаточно интересно. Знаете только, я что не поняла? Они этот трехслойный блокчейн уже реализовали? Или это у них в процессе реализации? Это я не очень поняла. Нужно будет разобраться. Ну, а третьим словом идет основной вот этот протокол, там, где содержатся ноды, где глобальная сеть и где вот эти вот децентрализованные узлы. То есть мы из этого что понимаем с вами? Что они замахиваются немножко на перспективу для работы в мире интернет-вещей. Если они продержатся на этом рынке до внедрения интернет-вещей, то, возможно, придумаются какие-то маркетинговые интересные решения и программные для их слияния. Тогда это будет очень хорошо и перспективно. Есть такая штука, как такой эксплорер, который позволяет увидеть, как работают блокчейны не криптом монет, которые уже себя хорошо зарекомендовали, а токенов и новых монет. Это крипто-айди. И сегодня я посмотрела, значит, на этом эксплорере диджибайт занимает седьмое место. Там видно, как растет цепочка, как растет высота блокчейна, блоки как добавляются. То есть активность идет действительно. И вот если твиттер прокрутить, там очень много всяких интересных постов у некоторых людей. Один говорит, что успех этой монеты определяется не ценой. Он говорил это зимой на тот момент, когда шла коррекция рынка. Понятное дело, диджибайт свалился вниз. И он говорит, что успех определяется не ценой, а количеством загруженных узлов. То есть это тоже факт, это нельзя отметать для нашего анализа. А вот внизу цитата основателя Джерада Тейта. Он громкие заявления делает всегда по поводу этих монет, которые не имеют под собой децентрализацию. То есть мы знаем, что некоторые монеты, которые представлены на CoinMarketCap, которые вы видите, они не криптовалюты, они централизованные активы. Мы о таких активах говорили. Это Ripple, это Stellar, это BitShares, это в некотором смысле Neo. И как раз Джерад Тейт это подчеркивает, показывая преимущество диджибайт, что это действительно настоящая децентрализованная сеть. С этим мы соглашаемся, так оно и есть на самом деле. Сейчас подзагрузится у меня. Здесь нужно посмотреть, когда мы рассматриваем монету, какая капитализация, на каком месте монетка стоит, насколько она повторяет график биткоина. Потому что вы же знаете, мы об этом говорили, когда про доги шла речь, что в принципе не важно, какая сумма у вас на руках. Если вы хотите приумножить капитал, можно выбрать дешевую монетку, главное волатильную, и понимать, смотреть новостной фон, и попробовать зарабатывать на этой волатильности даже с небольшой суммой. То есть тоже это можно сделать достаточно успешно. Так вот, смотрим, на 56 месте на сегодняшний день диджибайт, то есть она не входит в топ-30. Цена ее растет, потому что подрастает биткоин, он подтаскивает за собой альты, это нормально. Было бы ненормально, если бы она минус показывала, да. Но тем не менее цена достаточно такая небольшая. Показывает рост график. И, ну, в принципе, мы видим какую-то корреляцию, то есть растет биткоин, подтягивается и диджибайт. Это для нас достаточно позитивно, но он не повторяет. Вот знаете, бывает иногда синхронно монета повторяет одну-другую, да, вот эту вот волатильность биткоина, там какие-то монеты повторяют практически вот один в один. Диджибайт такого не показывает. Обращаю ваше внимание, нашла очень интересный слайд. Хочу, чтобы, кому интересна эта монета, чтобы вы обратили внимание, как здесь расписано. Здесь монеты представлены по секторам, что они из себя представляют. Так вот, разработчики говорят, что биткоин, лайткоин, безусловно, диджибайт, доги-коин, да, они входят как раз вот в тот самый настоящий децентрализованный блокчейн. Слева рядом монеты, которые выделяют они в отдельную категорию, такие как Монеро, вот Zcash, Verge, Dash, да, в некотором смысле, которые занимаются в основном приватностью. Значит, например, вот справа, крайний такой большой список, там находятся монеты, такие как Нео, Нем, там, Умисгу, Увейвск, Ютам, что там, Иота, да, Стратис. Они являются платформой для создания смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Например, там они в отдельную категорию выделяют те монеты, которые не на ПАУ, а на Proof of Stake работают, да, или там на гибридных каких-то монетах. То есть вот они выделили в центральную категорию, что это как раз самая такая настоящая классическая децентрализованная монета с открытым входом. Но мне кажется, мне очень понравился такой вот вариант сравнения по монетам. Дальше идем. Что мы видим на форуме? То есть когда мы рассматриваем монету с точки зрения ее инвестиционной привлекательности, нужно, конечно, погрузиться в комьюнити, посмотреть, что пишут люди, какие отзывы о той или иной монете. Но эти отзывы, они не обязательно, они же могут быть ангажированные, да, они могут быть не совсем грамотные или правильные, но тем не менее мы можем посмотреть, что пишут люди. Значит, когда монета выходила в свет, была такая реклама, что они запартнерились с Майнкрафтом и с другими площадками геймерскими, значит, и можно было добывать ее через игры, через гейминг. Сейчас такого нет. И она, как пишут люди, с 2018 года, как расчетная единица, не продвигается. Потом, с точки зрения ее скорости, может быть помехой сеть молний, Lightning, ну и конкурентами выделяют вот юзеры, да, биткоин, ну, форк биткоин на биткоин кэш. Ну, мне кажется, здесь нельзя сравнивать вообще, давайте мы не будем, это вообще категория отдельная с биткоин кэшем связанная. Ну, ладно, вот они говорят, Litecoin. Litecoin мы смотрели сравнительный анализ, он сильно отстает по скорости транзакций, да, то есть он как настоящая классическая криптовалюта, да, но по скорости Digibite обгоняет, здесь они не правы. Dash. Ну, Dash монета вообще такая особенная, она там, да, работает в режиме, я говорю, много задачности, она исполняет проблему и приватности, и голосования, и скорости. Да, она была изначально нацелена как розничная монета, поэтому надо смотреть, сравнивать эту скорость. Мне кажется, Digibite, наверное, опережает Dash. Монера почему-то взяли, да, и Zcash. Ну, вот привела вам просто как вариант, что не все то, что на форумах написано, это правда. Ладно, дальше цитата. Нет нормального маркетинга и серьезной технологии. По поводу нормального маркетинга не согласна. Сейчас вот организовали фонд, собирали деньги, придумывают буквально энтузиасты, то есть не на зарплате. Всякие маркетинговые компании продвигают, даже создают интернет-магазины, где продают товары с символикой Digibite. То есть просто на своей инициативе люди верят в эту монету, верят ее развивать. Может быть, они ее майнят, да, им это выгодно. Но, тем не менее, сообщество очень дружное, оно маркетингом сейчас, по крайней мере, вот в последнее время занимается. А вот серьезной технологией, наверное, соглашусь. Такой вот нельзя назвать монету технологичной. Нет конфиденциальности, они над этим и не работают. То есть такой задачи и не стоит. Безопасность данных решена, решен этот вопрос, а конфиденциальности вопрос не стоял. Значит, а какие плюсы? Плюсы – это волатильность, можно зарабатывать на волнах. Не надо быть хорошим трейдером, чтобы зарабатывать на этом особо, потому что там периодически новостной фон виден, и можно даже посидеть в чатах, и там они друг другу подсказывают, когда закупаться, когда продавать. Есть команда, занимаются монеты, есть офисы. Монету хорошо продвигает Digibite Foundation. Сложность майнинга. В данном случае работают над этой сложностью. Вот внедрили мультишильд. Сложность увеличивается раз в два года. И как раз 2018 год – это тот самый год, когда будет увеличена сложность в этом году. И было анонсировано, что в этом году, в июне, должен произойти форк этой монеты. Но будет этот форк или нет – неизвестно. То есть ждут вообще действий от разработчика. По идее, если бы был форк, то монета должна дать хороший рост. То есть вам, инвесторам, такая информация. Если хотите сделать на это ставку, то можно, например, на сегодня купить эту монету. Не зарекомендовала бы, честно говоря, ее держать на долгосрок. Но вот на короткий период, на месяц-два, можно приобрести в ожидании какого-то роста. Ну, тем более, все равно будут волны. Если даже не попадете в эту волну, попадете в следующую. Так. На долгосрок не советую. Ну, это чисто имхо. Мое слово, оно может быть ошибочным. Заработать на этой монете можно, однозначно. И нужно помониторить сейчас новости по форку, посмотреть. И она должна дать хороший рост, если будет форк. Уже говорил о том, что монета не популярна в русскоязычном комьюнити. На биткоин-толке, представляете, с 2014 года монета всего лишь 17 страничек исписанных. Поэтому, конечно, лучше всю информацию брать из твиттера или с англоязычного раздела по диджибайту. Дальше. Но представлена она, залищена на 60 биржах. И продолжает работу в этом направлении. Это очень хороший, ну, это плюс, да, огромный. Потом, вот, выходит в июне такая биржа, децентрализованная на блокчейне эфириум, Артис Турбо. И вот диджибайт, официальная есть информация, что они запартнерились. То есть, в твиттере вы можете посмотреть. Вот я сделала скрин, у меня подгружается, не знаю, может быть, вам уже видно. Отличные новости. Артис Турбо только что отметила первого партнера, как диджибайткоин. 4-летнюю монету, ну, в общем, которая котируется на 60 биржах, да, и, в общем, имеет функционал полного кошелька. И это заявление, я хочу сказать, достаточно сильное. Сейчас посмотрим, с кем еще работает диджибайт. Это все заслуги комьюнити. То есть, это все люди, которые верят в эту монету. Если люди перестанут работать, не будет таких результатов. Вот я на этом слайде привожу вам скрин. Если кому интересно, посмотрите. Вот это Артис Турбо. Это вот эта вот децентрализованная биржа на блокчейне. Там предусмотрена будет партнерская программа, будет своя монета, этот внутренний Артис. Ну, посмотрим. Я не могу сказать, что это какая-то очень суперперспективная вещь, но говорят, да, я насколько смогла почитать, что на этой бирже можно будет торговать не только самостоятельно, но и в автоматическом режиме, повторяя действия трейдеров. Почему это криптовалюта, а не токен? Ну, во-первых, чтобы ее популяризировать, внедряют сейчас активно такую... Вот сейчас вот последняя версия, бета-версия, да, DJ Byte Android. Короче говоря, имеет поддержку DJ ID, так называемый. Вот посмотрите, все видео, связанные с DJ ID, представлены у них в коротеньких видео в Твиттере. О чем идет речь? Речь идет о том, что есть блокчейн, да, а есть как бы такая программная область, ну, как нашлепка на блокчейн, для очень быстрой передачи информации между пользователями через QR-код. То есть по принципу, наверное, WeChat. Через QR-код скринишь, 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 очень быстро происходит передача данных. Смотрите, какие положительные новости. Кошелек Exodus добавил 13 апреля этого года Digibyte в свой список. Digibyte добавлено в Ledger. Значок Digibyte, логотип, размещен на таком журнале по криптовалютам, который продается на Амазоне. Digibyte в этом обществе, в Твиттере, можно увидеть, периодически выставляют. В Турции, например, вот юридическая фирма стала принимать Digibyte ко оплате. Потом мне понравился там ресторан, Нью-Йорк-Сити, там французской кухни. У них на витрине перечеркнута Visa, MasterCard. Они продолжают принимать American Express и ряд монет. Среди них Digibyte, среди них Bitcoin, Bitcoin Gold. Какие-то там еще интересные монеты. Ну вот я запомнила, что Bitcoin Gold они принимают. Ну понятно, Bitcoin и Litecoin, Dash, это ясно, да? Zcash, это вот основные. Digibyte, Gold, Diamond, еще что-то не помню. Ну в общем, вот такое вот сообщество. Очень большая дискуссия была. Я просто читала-читала и потеряла эту статью. Она у меня уже улетела куда-то далеко, и я не смогла вам застринять. Но если покрутить, это где-то в январе было, в чате Telegram. Вот можно посмотреть всю эту дискуссию по поводу вот этого ресторана. Дальше, смотрите, Кайноми заявляет о том, что стали торговаться Digibyte на биток и Qtam на биткоин у них. Это тоже сильная новость достаточно. Найджел, ну Найджел, активный пользователь, он говорит, приготовьтесь к запуску DJI-D. Это что такое DJI-D, да? Это служба аутентификации на основе Digibyte блокчейн, который может использоваться для замены комбинаций имени пользователя и пароля, и даже двухфакторной аутентификации. Он очень безопасен, легко интегрируется, также свободен для жизни. Ну, немножко, значит, получается, неправильно вам сказалось, что такое DJI-D. Это для проникновения, получается, в систему блокчейна, для входа, да? Может это использоваться для замены комбинаций имени пользователя и пароля. Но там все, я говорю, через QR-код делается. Посмотрим. Я не пользователь Digibyte, поэтому, если кому-то из вас интересны вот такие вот уже нюансы, посмотрите сами. Я больше по анализу. То есть, что мы видим? Сначала примитивные заявления, да, но тем не менее, как бы нормальный распределенный блокчейн, расчет на скорость, тем не менее, есть конкуренты, но комьюнити занимается, основатель занимается. Что мы видим, да, вот ссылочка, Starbucks, все приводят, все, кто рекламирует криптовалюты, в основном всегда говорят про то, можно или нельзя своей криптовалютой рассчитаться за кофе в Starbucks. Ну, потому что кофе имеет небольшую стоимость, да, и Starbucks самое популярное заведение. Поэтому на данный момент нет, но вот видите, I hope it will choose Digibyte. Ну, посмотрим, выберут или не выберут, да. Так, по поводу Джареда Тейта. О чем он говорит? Его пригласили выступать в Гарвардскую бизнес-школу. Он провел большое такое выступление, и очень интересно у него была речь, вы можете это все посмотреть в Твиттере, высказал публично такую фразу, то есть свою позицию он обозначил, да, за децентрализацию, что приложение кибербезопасность – это убийца блокчейна, то есть он все-таки криптоэнтузиаст, он за настоящую вот эту вот распределенную базу данных, и это, мне кажется, плюс напротив их монеты, что у них вот такой правильный человек в основании. Так, смотрите, на падающем рынке монеты, конечно, очень сильно упало, то есть как и любой альткоин, что происходит? Биткоин, если падает, альткоины валятся вообще в разы еще ниже, да, если биткоин растет, то они тоже легче, они как бы подпрыгивают и догоняют или пригоняют рост биткоина. Здесь на этом снимке я вам показала, что, в общем-то, инвестиционная активность пошла сейчас наверх, сейчас люди, кто отслеживают вот этот рост, зарабатывают. Стали появляться видео, обзоры о том, на какие дешевые вот эти альткоины, нужно обратить внимание, очень много говорилось о Айконе, о том же Верже, да, но Верж, видите, там была атака на блокчейн, и не с очень хорошей стороны себя Верж показал, поэтому, ну, это отдельная тема, потом об этом поговорим, но, в общем-то, наверное, Диджибайт, ну, вот сейчас вот популярен он идет, вот сейчас тема Диджибайта, он одно время как-то о нем никто не говорил, да, и как-то была непонятна перспектива, потому что, в основном, какие монеты покупают, если дешевые те, которые новые, уже актуальные, современные, вот в основном китайские технологичные монетки, да, эта монета, альткоин, вот за 4 года, ну, вот так ярко себя не проявила, ну, топчется она там немножко на месте, то есть вот эту пропорцию 1 к 100 по курсу не соблюдает, но какое-то положительное движение, вот последнее за последний год идет, поэтому не будем сбрасывать ее со счетов, опять-таки подчеркну, на данный момент, если кто-то хочет вот сделать ставку и попробовать заработать, я бы приобрела бы ее, просто нужно иногда бывает, да, вовремя войти в рынок и вовремя выйти, вот сейчас хороший момент, в общем-то, для входа, и нужно просто ждать вот этот момент, когда нужно выйти из игры. Ну что, какие мы сделаем выводы? Выводы, что я бы не ходлила ее на долгосрочную перспективу, она показывает достаточную волатильность для того, чтобы мониторить новостной фон и смотреть, как можно на ней зарабатывать. Я бы на ней бы все-таки в коротком периоде, ну как в коротком, в коротком не недельном, да, а вот в период месяц там, вот как-то так бы я играла. Вот, наверное, на данный момент весь мой обзор по этой монете. Если какие-то есть вопросы, готова ответить. А так вся информация на сайте у них. Читайте сайт, смотрите, мониторьте обзоры. Единственное, что обзоры очень часто повторяют друг друга. То есть кто-то авторское что-нибудь сделает, а потом начинается копирование информации. И очень много информации, знаете, уже не актуальной. Вот что касается этих же игровых партнерств, да, с играми. Этого уже сейчас нет. И бесплатно не получить Digibyte, только если майнить или покупать. Есть вопрос? Задавайте. Если вопросы появятся у вас позже, в чате в нашем я разместила, как всегда я это делаю, Google анкету, мониторинг ваших вопросов. Вы просто подумайте, если захотите что-то спросить, напишите мне туда. Я в следующих обзорах обязательно подниму вашу тему и отвечу вам на вопрос. Либо связывайтесь со мной в личку, в Телеграме. Я тоже указала свой юзернейм. Нет, на Virex не будет форки. Вы имеете в виду раздачу форков? Нет. Это доходная статья платформы Virex. Для того, чтобы получить форк, вам надо завести некоммерческий кошелек от основателей, да, то есть скачать его себе. Virex просто, он выступает как криптовалютный банк. Здесь свои плюсы. Здесь в Virex удобство для новичков, для тех, кто только знакомится с рынком, для тех, кто не хочет заморачиваться двухфакторными аутентификациями, да, везде там что-то имеющих жильков и что-то подтверждать, следить за безопасностью. А монеты вы хотите держать в долгосрок, и вот тогда вы можете их покупать, безопасно хранить или приумножать на инвестиционных счетах Virex. Там много разных тарифных планов, и, пожалуйста, вот так. Но что касается форков, нет, это ваша отдельная задача. Некоторые биржи анонсируют, но в основном это всегда нужно иметь непосредственно некоммерческий кошелек от разработчика, и там держать монеты, и тогда вам начислятся форки. Как технически проходит оплата в ресторане? Ну вот вы скачали себе на гаджет их кошелек, и у вас в кошельке есть QR-код, и ресторан, который принимает, он тоже вам дает платежные реквизиты, и вы таким образом перебрасываете монетки очень быстро. Посмотрите, не поленитесь, вот Twitter, Digiby, там, проскролите, там не всегда тексты, есть такие видео-вставочки, там будет такой ролик, когда два смартфона рядом лежат, посмотрите, как быстро, да, девушка кликает, перевод денег с одного телефона в другой моментом доходит. Очень здорово. Просто подобными монетами, то есть NEM тоже, например, высокую скорость показывает, да, и DASH показывает высокую скорость, то есть конкуренция большая, и не только эти три монеты. Посмотрите, сколько монет в CoinMarketCap. Есть там, конечно, и не заслуживающие особого внимания, но есть и очень достойные, целый ряд монет. И за каждой монетой стоят разработчики, команда, комьюнити, там и так далее, продвигают, продвигают, продвигают. Сейчас на самом деле, мне кажется, вот основания, такие основы, здесь хорошие заложены в этой монете. Если основатель или, ну, вот эта некоммерческая организация как-то, ну, не знаю, поймает момент, да, или всколыхнет рынок, или каким-то образом покажет достоинство диджибайта, она может вырасти в цене. Вот некоторые люди, например, особенно очень много людей, которые ожидают рост в 100 раз, вот в англоязычном чате с Великобритании, они прям вот верят, что диджибайт даст рост. Наши более скептически настроены. Вот сколько же кошельков нужно иметь в смартфоне, об этом и речь, почему Вирекс-то так хорош. Имеете этот Вирекс и держите у себя все монеты. Кошельки обычно уже такие, моно-кошельки, имеют люди, которые майнят, например, монеты, они у них все равно, да, приходит ежедневный приток, или там как-то по-другому получается, так что вот они пользуются монетой, знают, как ее добывать или где покупать, и как ее тратить, и находят в ней преимущество в отличие от фиатных денег. И вот тогда используют уже целевой кошелек. Как вот тот же NEM внедрили, да, в этот Вичат. Ну, то есть там все равно своя экосистема, пользователи, и заодно кошелек так легко встал, и можно вот монетки перекидывать. То есть, ну, там все так гармонично получилось. Вот если Digibyte, хотя у Digibyte был недавно день рождения, да, и выпущен был ролик, где показано, как увеличился объем по капитализации, как увеличилось количество пользователей, как, ну, вот происходили какие-то изменения. Положительные изменения, безусловно, происходят с этой монетой. Вот, просто мы посмотрим, ничего нельзя в этом мире вот говорить наверняка, как оно повернется. Это уже ответственность каждого человека принимать решение сидеть и мониторить. Это вопрос еще мониторинга информации и так далее. Надо быть вот таким узким специалистом, чтобы какие-то давать прогнозы по той или иной монете. Значит, пластиковые карты не будут развиваться. А как связано одно с другим? Пластиковые карты, вы имеете в виду, как... Смотрите, сейчас появляются сервисы, на самом деле, которые будут использоваться как карты... Ну, смотрите, есть проект, например, криптовалютный, там, Сайфу, да? Они сейчас вот имеют бета-версию, скоро выйдет альфа-версия. Они будут вот как-то таким, действительно, такого уровня криптовалютным банком. Немножко не как Вирекс, а как... Они подключат, как ведущие криптовалюты, тоже у них будет внутренний обмен, но они подключат мастер-карт и визу и другие платежные инструменты для как раз вот этого вот обмена. То есть, чтобы можно было легко завести фиат, легко поменять на цифровой актив, использовать его где-то там в цифровом мире и так далее, да? Вот такой вот площадкой быть. На самом деле, платформа Вирекс, вот Маргарита, я помню, она говорила о том, что тоже такое есть в планах. Но это пока, наверное, не очень как бы скоро будет реализовано. Поэтому пластиковые карты – это всего лишь как инструмент передачи ценности. Есть карточки, которые используют и фиатные деньги, и биткоин. Но, как правило, это только биткоин и лайткоин, да? То есть, нет списка монет. Готовится приложение Вирекс для андроид. Ну, вот немножко в перспективе, да, будет приложение. Способ оплаты, вы пишете, Оль. Если мы говорим про криптовалюту, то, в принципе, карточка не нужна. У вас есть смартфон, который заменяет все. У вас есть в смартфоне QR-код. Мы подошли, приложили, отсканировали, все, деньги списались. То есть, в Японии, в Китае, это вот у них, по-моему, даже уже и наличных-то и нет. Если только в музеях, они только так рассчитываются. Так, ну что, закончились вопросы? Я ответила, наверное, да? Еще пишите, хорошо, подожду. Подожду немножко. Если вопросов больше нет, то тогда будем прощаться. Я возобновляю наши обучающие вебинары по четвергам в 20.00. У меня очередной к вам вопрос. Какую следующую монету мы будем рассматривать? Какую скажете, такую и будем. Хорошо. Reddit, да? Давайте. Reddit. Хорошо, хорошо. Давайте ее. Ну все тогда, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Если остались вопросы, пишите, пожалуйста. Так, Рустем, Инна, есть Digibyte, DoggyCoin, RedCoin, Seacoin, и они стоят копейки. Стоит ли их покупать? Они за прошлую неделю выросли на 55-60%, а биткоин вырос на 18-20%. В DoggyCoin многие не верят. Но есть категория людей, которые прислушиваются к мнению Виталика Бутерина. И помните, мы говорили с вами про DoggyEthereum, или как-то там называлась эта сеть, когда Виталик хочет внедрить эту монетку, да, у которой нет лимитированной эмиссии, и как-то ее реализовать. Есть надежда, что Doggy как-то себя проявит. Да, у них нет хорошего маркетинга, у них нет такой центровой какой-то сильной команды. И в этом плане, если сравнивать Doggy и Digiby, Digiby лучше по комьюнити и по команде, более сплоченные, там более серьезные вопросы решают. Но со счетов совсем Doggy собрасывать нельзя. Многие сети, которые принимают криптовалюту вот на земле к оплате, Doggy размещают. То есть вот тот же в Нью-Йорк-сити ресторан, там Doggy были. Doggy есть в Ledger. И мы посмотрим. С Doggy, возможно, такая ситуация, что да, если его применит какой-нибудь блокчейн к себе, он тогда будет нам нужен. Что касается Digiby, я сказала, на долгосрок ее, наверное, нет смысла держать, потому что все равно идут волны. То есть по-простому, если сказать, монету пампят постоянно. И можно просто сыграть вот на этом новостном фоне. Сейчас, почему должно пойти все? Ну вот, то есть сейчас предсказывают рост этой монеты там на 2 месяца вперед. Потому что, во-первых, хороший новостной фон по биткоину. Ну и что, что биткоин вырос на 18-20. Альты, я говорю, всегда летят выше. Поэтому это нормально. Плюс мониторим новости, что там будет у нас с форком. Если форк случится, перед форком всегда идет рост монеты. Поэтому сейчас хороший момент ее прикупить. Но нужно иметь в виду, что поскольку волатильность и вот эти американские горки, нужно уметь вовремя спрыгнуть, соскочить. По поводу рейдкоина поговорим тогда в следующий раз, чтобы все понимали, о чем идет речь. И все коин. Все коин хорошая монета. Стоит ее брать. По рейдкоину, вот давайте сделаем в следующий раз обзор. И также подискутируем, посмотрим, что с ней можно такого сделать. В принципе, я хочу сказать, у Вирекса вся подборка монет очень хорошая. То есть можно ориентироваться спокойно на их подборку. Другое дело, что есть стратегии у инвесторов. Есть такой момент, когда у людей может на все монеты денег не хватить, чтобы инвестировать во все подряд. Поэтому люди выбирают для себя, куда они собираются инвестировать. Есть такой момент, когда можно инвестировать в дешевые монеты. На них тоже можно заработать очень прилично. Не обязательно при этом выбирать дорогую монету, как биткоин, и инвестировать туда. Но купите вы там на свою небольшую инвестицию, 0 целых, не пойми сколько там нулей биткоина. Ну так можно купить там несколько монет более дешевой, криптовалюты, да, и точно так же сыграть на росте. Надо просто смотреть. И ведь у меня вот ребята-школьники и на догах зарабатывают. Ну да, они зарабатывают небольшие деньги, но зарабатывают стабильно. Купили дешевле, продали дороже. Спекуляция. Так же и на доге. Вот. Может быть потом, когда мы пройдем с обзором по всем монетам, если у нас будет время, может быть мы перейдем к каким-то практическим моментам по тому, как покупать, и показать, насколько там вот на волатильности можно сыграть. У меня были такие мысли, задавали мне вопросы, но пока до этого руки не дойдут, пока мы матчасть такую не пройдем по всем монеткам. Так. Я думаю, что все. На этом вопросы закончились. Все, друзья, я рада вас всех видеть. До следующей встречи в четверг в 20.00. Будем рассматривать монетку Reddit. Пока-пока.